Еще раз всех приветствую! В предыдущем видео мы рассматривали вблизи работу правой руки. Сегодня давайте сделаем такой вот небольшой зум на левую руку и посмотрим, как она работает. Разные детали, чем прижимать, как вообще именно механика, полуфов, хаммеров и так далее. Итак, поехали. Первое, конечно же, это место прижатия. Уже, ну, не знаю, раз 500 точно говорил, что нужно зажимать самым кончиком, но часто люди спрашивают, что такое именно самый кончик. Давайте посмотрим. То есть, как видите, это выглядит примерно вот так вот. То есть здесь вот на пальцах, на кончиках, прокопаны такие вот грядки для посадки струны. То есть примерно вот спереди это выглядит таким образом, то есть не кончиком это будет вот. То есть главный, по сути, критерий косяка это, когда у нас палец касается другой струны. Это уже будет никак не кончик. Поэтому зажимаем так, чтобы вот это расстояние было заметным. То есть на любом из пальцев, в том числе и на указательном. С указательным пальцем стараемся этой херней не заниматься, эту струну не глушить. То есть ставим, опять же, на самый-самый кончик. И почему, опять же, это важно? Потому что кончик, во-первых, это место более плотное. То есть когда мы зажимаем мякотью, естественно, эта мякоть, она просто, ну, нормальный звук не удаст. Я уже показывал это много раз, поэтому здесь повторяться не буду. В общем, просто хочу показать, как именно вблизи выглядит понятие прижатия кончика. То есть оно выглядит именно таким образом. И вот можете глянуть, где именно образуются вот эти вот грядки для посадки струны. Теперь, что касается маховика говна. То есть почему он раскручивается? Он раскручивается в том случае, когда человеку не хватает силы самого пальца и начинается вот такая баланда. То есть, опять же, нужно, чтобы работал на сам палец. Много людей, как обычно, пытаются природу обмануть, иначе отрубануть быстрее. Естественно, в такой ситуации просто палец абсолютно не прокачан, и ему помогает туда вся рука, и начинается маховик. С ним, ну, в теории можно, конечно, разогнаться, но просто зачем мучение, когда можно сделать все по-человечески и разработать именно сами пальцы, чтобы это все было похоже на такое вот легкое чесание пальцами. То есть, в принципе, опять же, из жизни это больше всего похоже, реально, как будто взяли что-то с каблите. То есть оно работает именно таким образом. Представим, что у нас рука находится в полном состоянии покоя, просто как будто мы держим какую-то пушинку. То есть никаких судорогов, никаких вот этих вот ошпаренных лап и прочее. Просто тотальный комфорт, просто отдых. Такая рука, как будто в гамаке лежит. И теперь раз, проходит такой вот токовый разряд. Раз, палец ударил, дальше не давит. То есть не нужно ноту куда-то повышать. Просто вот тюкнули, отдыхаем. Все, опять же, полный гамак, расслабуха. Теперь раз, сорвали, то же самое. Раз, 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 раз. То же самое, любой другой палец. Главное, делать это реально там резко, таким тычком. То есть можно представить, как такую вот бычку со струной, типа, ты че, ты че. То же самое с этим пальцем. То же самое с этим. Все, в итоге, получается, когда вы это разработали, у вас рука работает именно дискретно. То есть покой, ток прошел, раз, долбанул, опять покой, опять, опять и так далее. То есть, естественно, вот вся техника, что левая рука, что правая, она строится именно на этом. Это именно спорт. То есть чисто такая спортивная составляющая. Потому что много людей, типа, там, вот гитара, это не спорт. Но, блин, все эти исполнительные вещи, это вполне все спортивные штуковины, чтобы нормально пробежаться. И чтобы у вас все это не зажалось, не пережалось, не было каких-то судорог и прочего. Естественно, это просто, ну, обычные такие же спортивные навыки. Как-нибудь лыжник ломится на лыжах куда-то. Вот, то же самое, у него все там правильно работает, все нормально, лыжник. Вот, точно так же нужно, чтобы все правильно работало. И тогда все будет куда нужно ломиться. Теперь, что касается работы указательного пальца по глушению. То есть все, конечно, знают заповедь, то, что обязательно нужно все, что находится под ним, закрывать. То есть, типа такого. Если он работает неправильно, например, если откуда-то сгинаться, и, дай бог, еще здесь снизу передавливать, естественно, валит просто тонну неуправляемого срача. Поэтому это не дело. Опять же, нужно, чтобы у вас все время был тотальный контроль. Чтобы вы чувствовали, что центр тяжести уходит сюда, вместо прижать. А здесь палец просто как тряпочка аккуратненько по струнам раскладывается. Ну, вот, сегодня я вам показал некоторые аспекты. Достаточно близко. Я думаю, что все понятно. Это, конечно, только маленькая-маленькая часть. Это всего лишь верхушка азберга от нормальной техники легата. Но, тем не менее, это вещи достаточно базовые. Поэтому ими владеть все-таки крайне желательно. Поэтому помните, что левая рука на всему голова. Потому что она ведущая. Как сказал, Гилберт, у вас левая рука – это руль, а правая – это газ. Поэтому левой рукой нужно каждый пассаж четко выруливать, выколачивать. Перекусивно, стаккатно. И, соответственно, тогда уже будет все работать намного проще с правой рукой. Так что, как обычно, я вам здесь сказал правду, Ирина Гитаре. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии и так далее. Скоро продолжим. Всем удачи, пока.